всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко и сегодня мы решили выехать в лес на два дня с ночевкой в палатке либо в землянке погода конечно супер испортилась если вчера еще было тепло я вам показываю видеоролик то сегодня у нас в горах выпал снег сейчас в городе судак идет то ли мокрый снег то ли дождь то крупа в общем погода ужасная какая-то я не знаю как мы будем туда добираться до этого места находится в горах высоко будем заезжать на машине постараюсь вам максимально все показать как это будет ролик наверно получится тоже экстремальным поэтому досматривать его до конца поддерживайте лайками в общем я не знаю что нас ждет в горах как мы будем при такой погоде спать потому что на эти дни 29 30 объявлено какой-то там штормовое предупреждение посмотрите просто повалил снег друзья я же говорю погода меняется буквально за 15 минут что нас ждет в горах я даже представить не могу потому что нет дороги асфальтированы там дожди снега морозы видите что творится вместе вторая камера я буду с нее тоже снимать то моя старая gopro 7 в общем друзья вот такая погода сегодня у нас в крыму и мы едем жить землянки большой компании и в палатках в общем что будет я даже не могу себе представить погнали поехали в лес в общем друзья что я взял на землянку вот этот пакетик но только обувь что взял евгений на земля 10 пакетов каких-то и и вот эти еще смотрите 1 2 3 4 6 пакетов 6 7 8 9 9 пакетов взял и я иду в лес выживание 24 часа у меня с одним пакетом пакете что вы понимали вот такая обувь потому что погодка у нас ужасная сегодня купил эту обувь в общем не знаю как мы будем там выживать о я решил буду землянки ночевать ну да прикольно землянки они же приехали они же приехали же что ты набрал здесь и не пойму силуные пакеты кто-то там уже и жить в эту землянку таком я выезжал жить в эту землянку и на все же жили у меня вещей столько дома нету пускай себе нужно для контента ну что друзья вот на этой машинке мы сегодня и отправимся в лес куда грузить чё теперь нам бандитники не страшно в лесу открывай а я не могу открывать чего я снимаю на семерку все а чё так как всегда александр михаленко я вам уже говорил это в начале ролика что там говорят именно это не им просто блогер александр михаленко это погонщик до контент это экстремальный блогеры крыма я взял с собой на выживание только одну обувь в лес на двое суток вот такая собачка с нами зовут кайра вы уже видели из прошлого ролика совершенно не вспомнила до кайра пипец заглючила камеру контент мой меняемся местами кайра так сейчас за кем едем заехали в лесново сюда дорога идет вверх в горы она очень страшна сейчас тут вам все покажут на одну камеру снимаешь да если сейчас не снимаю коптер на пути жабачу на снимал так вот это будет в общем друзья начинаем заезжать по этой дороге дорога у нас грязная скользкая не знаю как добираться но честно говоря немногие страшновато потому что в начале пути она еще хорошая ну когда дальше будем подниматься сами все увидеть насколько там будет страшно ехать да друзья уже начались у нас опасные участки смотрите александр страшно экстремально вот уже там что-то изменил штаны уже потому что самая большая ответственность это на водителя вот алексей везет это только начало нашего пути мы только начали подниматься в горы дорога конечно очень скользко я не представляю как можно на машине заехать сюда если лазить какой-нибудь джек либо какой-нибудь транспорт на легковой вы себя точно не заедете либо можно сюда пройти пешком едем мы друзья на землянку сама землянка это бывающая создана годы войны там базировался партизанский отряд о котором я расскажу когда мы уже доедем на место более подробную информацию мы взяли с собой друзья палатки кто-то будет спать в палатках кто-то будет землянки я наверное выберу землянку потому что чтобы почувствовать дух истории дух такого леса нужно конечно же ночевать землянки а она обустроена печкой там даже зимой можно оу быть в тепле собачка все друзья застряли здесь на дороге чтобы понимали какая дорога смотрите на эту жесть про проехали вот по таким дорогам мы едем полная жесть конечно такие дороги на обычной машинке за точно не заедете не проедет там только сюда и выворачивать вот так друзья добираемся на землянку джейс полная на подготовленные прийти мы вышли чтобы резина была хорошая резина давай сейчас вылетит и задает надо больше радиус брать ему пасюра и правее больше брать надо ром давай еще попробуй разогнаться поправее взять вот так нормально если вот так вот проедет вот так попробуй да тогда надо раньше дальше правее брать чтобы он выровнялся правее ему по поверху надо ехать значит чтобы он стягивно летелся а катя тебя Ура, друзья, проехали. Вот так и добираемся, это была Нива, это была игра актера, профессионала, понятно. Так, друзья, сейчас будем разворачиваться в супер экстремальный контент, вот так мы добираемся до землянки в полную жесть, ну нормально развернулся я почти. Водитель подумал, что он сбился с маршрута и развернулся. Ой, 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 ой. Японский моё. Смотрите, ну, это просто. Ребята у нас опытные, так что если вы когда-либо попадете с нами в нашу поездку, не переживайте. Так, если что у нас, друзья, есть лебедочка, поэтому мы везде проедем, везде доберемся. Безалкогольный, это компот же. Это специально Александру взяли. Да, и книги, а где книги, почему, я не вижу книги, которые мы будем здесь читать двое суток. Книги? Да. Мы будем видео смотреть. Я вам скажу так, дерево много, а книги нам известны, из чего делаются. Да? Хорошо. Так, вот это тоже. Смотрите, вещи есть. Дим, ты можешь пока открывать пакеты или помоги ему открыть пакеты. Мне тарелки еще интересуют, если честно. Вот открывай все, смотри, что есть, Дим. Машина с вещами, там есть мешки у нас в УВАТике сегодня. Я даже помогал. Я даже помогал. Охренеть. Что, еду доставать или что? Еду доставай. Ты просто пакеты открой, Дима пусть сам достает. Все сиденье мокрое. Что там было в пакете? Мотка разбилась. Нет, мы проверили, мы каждую достали. Все целое. А, там этот стоял. Катропаку тоже. И этот тоже мы посмотрели, все... Это сломалось что ли? Ну, эти целые. Вот она, смотри. Пробитая. Пробитая, да? Да, одна. Тут редкий случай, когда Евгений Гущин у нас работает, не держит камеру. Ага. Нужно это запечатлить. Расчищаем, друзья, костер. Я... Смотри, какой-нибудь хулиган пробегает мимо, у Сани вырывает камеру и такой дальше побежал. Такого не может быть. Это было бы круто. Так, расскажи, Евгений, что ты для чего делаешь? Так, смотрите. Этот кострич здесь уже много лет находится. И за много лет он уже добился золой, пепла. Ну, вы поняли всем, да? Я расчищаю, чтобы мы могли здесь развести хороший, шикарный, большой костер, чтобы все могли греться. У нас уже пошел снег, да? Погодный слой меняется просто за 10 минут. То солнце светило, то уже снег у нас, друзья, и ветер подымается. Ветер, конечно же, нам не особо нужен. Вот мы приехали, столик, уже вещи разложили. Да не разбирай костер. Я не разбираю, я его расширяю. Итак, друзья, Евгений не мешает вести съемку? Да. Смотрите, я хочу посмотреть, как мы готовим там. Потому что Александр тоже не мешает вести съемку. На завтра у нас будет шулюм. Товарищи. Друзья, Евгений мне мешает снимать. Шулюм это, как вам сказать, первое блюдо. А сегодня что? Гречка помнит печетки, да? Но вы его проспите, потому что вы бухари. Блогеры-бухари. Сейчас сразу отходим. Вы слышали бухари, сразу отходим. Так, вот так идет нарезочка. Сейчас будем наказание готовить. Ну, я буду плавиться. Евгений, что скажешь свое оправдание? Какое оправдание? Что ты мешаешь съемке вести? Мне не до что оправдываться. У тебя есть перед подписчиками. За что? За съемку. За какую съемку? Мою. Я снимаю нормально. Пусть смотрят на моем канале. На канале вокруг Крыма. Самый лучший контент. Сейчас в лоб отлетит мне наверно. Сейчас Ром всегда мучает тебя. Я-ка, походу, казанул хана. Он плавится. Его надо вытащить, а его вытащишь. Почему? Решили сделать Евгения поваром. Пусть сегодня кухари. Давай, Евгений, что ты делаешь? Расскажи. Да нету. Хочу жира сюда вылить. Ложечка выговыривая. Он же замерз уже. Видишь, он белый. Да. Вторая половина в курят. Ты ложку больше не мог взять? Да. Пусть казана стоит, он выгорает все. Не выгорает ничего. Да она подгорит все, она уже пахнет под грешком. Ну это первое пахнет. Там жира вообще толком нет. Да нет жира в тушенках. Леха, ты сильно хорошую тушенку взял, делай. Ну а я про что говорю, блядь? Давайте, если хотите, вот так будем готовить. Да просто надо было отварить, да тушенки туда кинуть. Да и все, и было бы сказочно. Вот и правильно говорить вам. Ну подожди, сейчас мы зажарим кое-что. А еще туда киселевки добавить и вообще... Евгений, чем ты занимаешься? Расскажи, пожалуйста. Я из тушенки пытаюсь выколупать жир. А зачем это нужно? Чтобы сделать зажарку. Потому что мы забыли взять растительное масло. Вот так, друзья. Ну и сколько тушенки вскрыли? 10 банок. Чтобы истать из нее жир. 10 банок. Тушенка, сейчас будем выливать все в казан. Мне кажется, что она сейчас с мясом у меня туда выпадет. Не пусть не выпадает. Руб, делай так, чтобы не выпадет. Ой, куда выливать? В казан. В казан выливает все, что жидкое. Смотрите, Александр взял в руки поварство. И в казан, в раскаленный казан, выливает жир от тушенки. Потому что мы забыли взять с собой подсолнечное масло растительное. Простите меня. Евгений забыл. Не Евгений. Надо пусть его пастыли один. И скажи, чуть остыли. Да, там горит. Горячие, аккуратно. Ну он сейчас сгорает сразу же. Надо, чтобы носки у себя поднести. Вот так, как ты мне делаешь? Вот так вот. Механинка здесь огонь, что я ему кадр порчу. Но я ради вас снимаю это блюдо. Смотрите, от тушенки жир мы уже скинули в казан. Теперь лучший. Первый пошел. Ну, Саня, ну не мешает. Я же не мешаю. Что вы говорите? Спите вы, слава Богу, раздельные. Да, слава Богу. Там возле костра я в палатке. Я в землянке. В землянке? Да. Дим, если что, буди ворачить всех, пусть купаются. Нам должен купаться. Я раньше не встану и так. Ты должен купаться. Я просыпаюсь в 5 часов утра. Ты должен купаться. Я в 5 просыпаюсь? И я. Ну посмотрим. Ты должен купаться. Ты помнишь, Дим? Ты будешь спать еще. Ты должен разбудить всех, кто принудили. Я для конфеты буду купаться. Ну все, ханати. Размешиваем лучок, чтобы он не подгорел, потому что жира ноль. Уж так, извините, сегодня сложилось. Все ответственные люди. Евгений Леонидович, подмени рука болит. Давай. Давай, давай. Немножко помешивай. И буквально через полторы минутки сейчас закинем морковочку. Дай я скажу, как это называется. Ну как? Да. Дайте мне людей, я буду работать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так, добавили сюда. Как, ребята, добавил одну из кубочки, посмотрите. Тifa специально нарезал крупными кубиками, для того, чтобы... Я не люблю лично я. Из 10 человек лично я не люблю морковку. Поэтому, чтобы ее проще было откидывать. я ее нарежу крупными кубиками а правильно ребят я вам скажу честно сейчас идет битва блоге я кстати играю в танки вот это тоже идет битва блогеров бб называется а у нас в лесу идет другая бб битва блогеров александра михаленко и евгения кущина особо заморачиваться не надо потому что это шампиньон если бы это были лесные грибы вот то в это время года конечно они были бы засушены так добавляем грибки в казан грибочки уже в казани смотрите вместе с лучком и с морковкой они пережаривают добавляем тушенку тушенка после всех овощей перца и соли добавляем она премерзла ну выколупывай ножом возьмите нож вилку и сам себе блин подсвечиваю раз вы тут подсвечиваете вот сейчас роман все сделает вот сразу видно охотник со стажем смотрите тушеночка сколько тушенки 10 банков какая красивая но пойдет нормально в тарелку надо вываливать выбиваю сколько тушенки 10 банок в один казан это называется гречка по купечески нет нет это уже гречка называется как придется по купечески потому что придется купцы раньше реально любили очень много тушенки с гречкой есть купцы раньше не знали что такое гречка что такое тушенка все знали они конечно с пальмы слезли и знали все они знали ого еще четыре банки еще одна пять банок еще можно не кидать или кидать на херлин открытая все равно и могу лицем закроем сейчас вот так друзья и готовим свой обед ночью уже стемнело посмотрите подкидывай чтобы они сказали что кстати из леса издаются какие-то звуки возможно леса воет уже почти готова друзья я очень жалею что камера вам не может передать этот запах запах шикарный на весь лес пахнет сейчас там наверно придут всякие сюда звери но мы им если что тарелочку выделим если лисы придут вдруг а если они будут добрый то еще эту тарелочку и наполним да смотрите гречи надо убирать покупки я чего-то войдет кайф на природе евгения ребят ничего не творить евгений наоборот александр говорит надо ему одеться обуташку не замерз и чтоб спал всегда землянка где печка где тепло и чтобы не сдай бог не заболел пятки шутки снегопад сейчас посмотрите к снег валит вы решите ставить палатки в которых будет ночевать наша команда посмотрите как все это выглядит покажу вам конечно снегопад или евгений то я снимать начал просто поставляет меня вот так в общем ставят палатки машина светит фарами мы все снимаем конечно жуткий снегопад просто все завалит снегом интересно что здесь будет утром посмотрим кстати ветер задывает в камеру надеюсь не сильно это ставится под палатку еще так скажем ребят давайте быстрее пока не накрылась снегом я снегопад вообще слава бога я сплю землянки там тепло друзья нет снега сухо идеально просто вот это ставят палатку уже сейчас будет ее натягивать все буду вам показывать как устанавливается палатка вот в таких экстремальных можно сказать условиях они действительно экстремальный потому что ветер снегопад холодно кто еще на такое подпишется выжить в лесу в палатке зимой просто руки мерзнут за секунду вот так друзья такой контент снимаю для вас просто экстремальный днем не было снега сейчас такой сильный снегопад я просто в шоке честно говоря я просто пошел ветер сильный сами все видите по камере как это происходит как устанавливают палатку посмотрите даже евгений гущин начал устанавливать палатку наша машина него я сплю землянка тиша друзья это вон там где вдалеке горит лампочка там находится землянка обязательно расскажу вам про нее подробную историю это будет днем когда может все проснемся а пока вот так смотрите у меня съемка что устанавливается палатка должны все увидеть как это происходит что мы делаем расскажите хорошо что нужно помочь съемка идет я естественно понимаю поэтому колонку включить что ли подержите музыка не нужна нам сейчас вам не нужна она мне даже ролик на забавить авторские права за что авторские права а мы сейчас и не будем вы мне просто помогите хорошо в общем друзья вот так при экстремальных условиях ставим палатку посмотрите на евгения гущина 1 марта запрещены все маты михаленко ты не выпустишь этот ролик нельзя я выпущу его завтра послезавтра я успею не переживаю я запикаю маты ты чё в общем разъем вот такая жесть мы в лесу выживаем как можем просто дикий снегопад сами все видите все мы уже видим палатку почти готовую авторские права вот так все происходит просто во время себя по до ночью просто какое-то 6 царится сами посмотрите какой снегопад евгений тоже пытается что-то снять но мы-то знаем что я уже все снял хэштег михаленко все снял пишем ему в комментариях если быть смотрел видеоролик личная палатка он или не жалеет никогда в походы всегда берет все оставлять не друзья что творить не дает мне контент снимать просто вороть мой контент евгений ты где будешь спать палатки или землянки латки я землянки хорошо так давайте отойдем покажу вам все это с такого ракурса вот так друзья и устанавливаться палатки буквально за несколько минут палатка практически готова я не представляю как это будет спать в этих спальных мешках на морозе то холодно в землянки благо есть печечка на все там топится там очень тепло как сауне можно сказать поэтому даже без курточки там футболочки в шортах в штанах можно свободно спать вот палатки конечно будет намного прохладнее на улице я вам скажу очень холодно мне уже просто отмерзли руки вести эту съемку вы бы только знали но я должен показать вам как все это происходит как мы остаемся в лесу на два дня ночевать вот в таких палатках и землянки здесь и землянка еще она стала своей со времен войны не обязательно расскажу про неё историю завтра вам уже утром скорее всего потому что ночь ничего не видно так усиливается снегопад вроде бы больше чуть-чуть прекращается снега поменьше идет но все рода за счет таки много его вот так друзья в лесу вот это действительно настоящий экстремальный контент выжить в лесу в холоде двое суток мы здесь будем находиться здесь кстати интернете работает еле-еле ловит мобильная связь но и не хватает чтобы выйти в интернет чувствитель натягивают троса чтобы установить палатку чтобы и ночью ветром просто не сдуло потому что обещают этой ночью там дожди снегопады сильный ветер мы к этому готовимся все это ждем ну и я вам буду дальше показывать как все это будет эти ставим уазик чтобы ветром сильно не забывала на палатку чтобы ее просто-напросто не сдуло вот наша собачка кара самая шикарная собачка кара 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 вот к весел веселый пес такой друзья мне очень нравится вы к и сюда скажи привет привет зрители водка шикарный за персит кайра зовут лайк за кайру только что здесь с нами тисуется кайра я прям очень нравится на природе бегать все гулять трассы стильных палатку по 3 матраса на человека получается ну потому что на земле на такой спать очень холодно сами все понимаете в землянке будет по одному матрасу потому что там деревянное покрытие там очень тепло там работает печка мы затупили все а здесь пока палатки конечно и условия супер экстремальные просто на улице холодина идет синьек посмотрите ноги просто задумали у меня есть еще там сапожки мои теплые на крайний случай поэтому меня есть еще для дополнительно обувь не переживайте за нее все нормально покажу что говорится он только за только туда не вываливает я не правду приняла джетер как обычно можно до по 2 по 3 по 2 ты хотел на каждом спали ну а как вы будете спать каждому вот по матрасу ладно давай вот так вот и будет димам хватит 2 час ночи все разошли спать я остался до последнего посидеть у костра посмотреть на то как тлеет костер невероятно круто вот так сидеть одному в лесу когда срывается снег идет дождь такая погода как прям в сказке 12 месяцев все сегодня перемешалось и лето и весна и осень и зима друзья невероятно круто было но сейчас уже планируйте спать утром и проснемся покажу вам вот такие ветра в горах но обстановка мне очень нравится друзья вот такая наша ночевка завтра утром надеюсь дойдем до феодосийской высоты на пулемет покажу вам пулемет расскажу немного истории мы сейчас давайте уже ложиться спать встретимся уже с вами завтра утром так евгения расскажите нам как вы провели ночь в палатке все так поздно встали уже готовили все я пойду под проверю что вы готовили ну как спал рассказать плохо спал уже шумело вот в таком месте я сегодня провел ночь всем доброе утро вот наша землянка пойдемте посмотрим и поближе возле землянки есть родник с питьевой водой прям в горах можно прийти набрать водички себе ой скользко после снега видите сейчас все тает идет дождь условия конечно супер экстремальный видите вот родничок с водичкой можно попить и вот обзор сейчас будет палатку палатки говорю обзор будет землянки в которой спал друзья вы не представляете как круто спать землянки я до последнего сидел у костра уже все разошлись и потом пришел сюда спать вот так выглядит земляночка она здесь еще была но здесь базировался партизанский отряд ходит так у меня в этой землянки друзья базировался партизан но не только в этой землянки там чуть выше будет целый городок но к сожалению там остались только фундаменты так скажем потому что там землянок сохранившихся нет вот одну землянку ее восстанавливали несколько раз два раза точнее последний раз если не ошибаюсь двенадцатом году и вот так она выглядит такой тамбур сюда обычно складывают двора дрова у нас от одни тушитель стоит мало чем может случиться и давайте зайдем вовнутрь что же там внутри здесь нет света дайте нам свет я подключу свет у нас здесь есть такая система мы сами привезли это аккумулятор как вы можете видеть и вот такой здесь фонарик сидит в общем вот здесь спальные места мы спали на матрасах плюс вон спальные мешки у нас есть вот эта штука вообще подымается дерево она здесь как лавочка получается кругом идет вот такая здесь печка посмотрите честно говоря очень жарко когда ее растапливают поэтому сильно топить ее не нужно жарко вот так она идет камни все этих конечно же горячие и от них идет тепло и вот здесь и спал честно говорю друзья хоть и ролик лег очень поздно но я прям выспался в отличие от евгения который спал в палатке и думаю что там было холодно потому что сами видите какая обстановка на улице там снег дождь идет на зима в лесу расцвели первые подснежники какая же красота и смотрите вот здесь лежит снежок и прям подснежники можно сказать вылезли из-под снега вот такая красота бывает зимой в крыму скоро здесь весь лес распустится здесь будет много подснежников как друзья вышли с металлоискателем поискать разные находочки вот уже что-нибудь что-то это крышечка смотрите пробка от водки золотая этого находка забирай нужно места знать где ходить даже по поток стороне надо здесь когда стреляли вот сюда нет я чую здесь находка я тоже чую здесь какая-то большая находка но вот смотри это корень а тот возле корня ух ты сейчас как баба граната какая-то и может от камеры евгения все на выкину куда-то вот корнях ищи и дай покажу так друзья первая находка это гильза подожди еще на обратной стороне посмотрим размер подожди тут ничего не видно размер быстрее к 57 а это от к 57 это автомат калашникова для к 57 это к гильз конша первая находка наша с металлоискателем продолжаем дальше идем дальше вот так друзья лезем по горам ищем какие-нибудь находочки конечно дело нелегкое нужно взять быть потом металлоискатель и мне одному отправиться в лес в поисках находка находок либо пройтись по пляжу тоже что-нибудь поискать как вы считаете снимать такой контент или нет будет вам интересно что же там леда от кого попробую где кусочек железки такого у нас такой ну подковки да вот ну что это пуля что непонятно да чем-то тут привязана блять их с хом хомут бляют а это шланг пуля пуля еще одна друзья находочка вот такая пуля хорошая находка но это хорошая быть находка не там что-то другое это не цвет металл машины от замка до двигать ну что-то не похоже тут как зубило но непонятная штука надо фото в угол вот такая штука друзья если вы знаете что это напишите в комментариях что вообще это похоже гвоздик или осколок осколок какой-то на школах цвет но что ли что номер какой-то еще номер вот это тут 2 или 8 так берем собираешь дата в конце покруче нашли так друзья еще одна у нас находки такая гильза так что здесь написано это уже патрон нашего времени еще что-то до граната но не дарется так друзья нашли гранату нужная в руку взять и сделать фото нашли граната ладно это что-то большое ручка граната точно это ручка значит граната да вот короче то я могу взять так друзья вот ручка от гранаты вот сама граната все это выглядело приблизительно вот так видите раньше такие были гранаты кто еще учился советских школах вы такие должны были на руках физкультуры бросать какой там пою там у нас школяшев физкультура была насколки от ручки да что кусок ножа кусочек ножа раскладного до механизм при ножниц нет да нож еще одна находочка еще одна у нас уже третья сегодня так нашли еще одну гильзу но гильзы тоже круто под рукой нет ветка так возле гильзы должно быть что-то интересное о еще одна для 2 гильзы в одном копе так смотрите нашли целый патрончик там все должно быть ну блин это крутая находка то в одном копе нашли одну гильзу и одну пулю смотрите целая не стреляно еще такие находочки в конце ролика покажу все находки которые сегодня наши знаете вообще прям просто еще одна находка посмотрите вот такой клин металлический просто смотрите вот такая табличка стоит в лесу здесь написано здесь 1941 42 годах находился лагерь феодосийского партизанского отряда памятный знак установлен комсомольцами и молодежи города феодосия 17 мая 1887 года вот как примерно выглядел этот городок земляночный видите вот здесь базировался партизанский транс землянки находится прямо здесь сверху таблички синий который вам показал там находится вот как и обещал показываем все находки которые мы нашли это такие клинья разные гильзы есть даже еще не стреляны и вот такие целые патроны их несколько штук есть вот такой мелкий и вот такие крупные здесь у них на гильзах можно посмотреть даже номера и конечно видите да видно еще интересно нас экспонат это такие смотрите кто знает что это напишите в комментариях осколки на них какие-то цифры нарисован написаны их два штуки так смотрите два осколка таких ну дальше все такое по мелочи посмотрите здесь у нас идут что это пули ли что это мне кажется вдруг до причина это дробь так верных много было уже все потеряли пока нанесли так два штуки на 3 было еще одна пуля ли это тоже ну в общем друзья видите вот такие находки мы нашли если хотите такой же коп только с пляжей крыма обязательно напишите в комментариях мы пройдемся по пляжам и найдем что-нибудь для вас интересное покажем все но очень порадовали вот такие гильзы их очень много здесь было сами видите ну и разного таких железочки находились вот такая друзья вот такой сегодня у нас был коп смотрите и вот еще одна дробь вот так все свои находки видите гильзы мы оставили здесь на памятнике партизанам вот они стоят видите все что здесь найдено было то здесь и остается вот и закончилось наше путешествие в крымские горы мы уже собираемся все уносим с собой весь свой мусор все свои вещи поэтому кто будет отдыхать в лесу я вас призываю забирать все свои вещи все с собой мусор ни в коем случае не оставляйте что могу в общем сказать мне очень понравится для ночевать в землянке невероятно круто это было там нет сильно жарко не холодно было идеально тепло пришел лег спать и спишь сейчас за своим рюкзаком вот в землянке есть вот такой родничок я муж его показывал это снегопад был сейчас еще покажу немного вот друзья такой родник можно набрать водички и попить мы пили питьевая и за горой если туда спуститься на ту сторону там тоже есть родник но он не расчищенный он мало известны посмотрите здесь установим такой памятник прям перед входом у землянки написано землянка заставы феодосийского партизанского отряда декабрь 1941 февраль 1942 года восстановлена комсомольцами городов феодосий и судака к 40 40-летию освобождение крыма от немецко-фашистских захватчиков апрель 1800 1984 года не такая старая тоже табличка партизанам крыма в честь 70-летия победы великой отечественной войны от судакского отделения в пп родина май 2015 год вот такие друзья здесь места ну и сама землянка я уже вам и показывал никто не забыт ничто не забыто клуб крымчанин в общем место такое очень интересное историческое я честно говоря хочу как-нибудь сам прийти и за ночевать землянки либо в палатке на конечно землянки будет намного круче потому что здесь есть двери здесь не так будет страшно как как в палатке но я когда сидел ночью друзья возле костра один и там шум был этих веток деревьев я сейчас сказать было страшно я тебя не знаю смогу еле один где-то в лесу так за ночевать потому что еще посмотрел разные видеоролики как в крымских горах пропадают люди потом через несколько лет находит там от них кости поэтому даже это действительно ужасно вот так вот но мы с вами обязательно приедем за ночуем ну что друзья мы решились проехать по той дороге по которой никто не ездит прямо по этой огромной лужи сейчас посмотрим что получится лёй 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 да вода затекает в полок выезжай проехали Ребята, огромная лужа, смотрите, он нырнул полностью по фару, пипец, офигеть, это класс, вообще, ребят, полностью по фару ушел в лужу. Да, ромка носит, капец. Быстрее, бегу, бегу. Друзья, смотрите, просто. Ну, Саня, ну не мешай, то я тебе буду тоже мешать. Вот конфет, ребят, вот конфет. Евгений меня толкнул, вы все видели? Я где с одной ногой поеду, бля. Так, сейчас будем толкать Ниву, я оператор. Да, друзья, вот такая жесть может случиться. Да, друзья, вот так мы выбираемся землянкой. Это полная жесть, заезжали, мы намного сюда проще. Хотя дорога, мне кажется, была похуже. Но сейчас тоже не лучше, просто треш какой-то творится. Евгений, что улыбаешься? Это меня Евгений толкнул, я вот упал и вымазал все. Смотрите, чтобы я контент не снимал. Да, Евгений, все. Подножку подставил мне просто. Вообще-то знал, лучше полю по голове. Да, контент что надо. Аккуратно. Ух ты, вообще Нива просто наклонилась, идет к юзам. Смотрите, по боку. Ух ты, в общем, внизу она дверями, трешка, боком, по земле. Утекай. Утекай. Друзья, еще одно препятствие. Посмотрите, к Нива просто идет. О, колесец, грязь полетит. Колесо висит просто. Ну все, друзья, вот так и выехали. Поехали мы в лесном. Посмотрите на озеро в лесном, но практически пересохло. Осталась просто вот такая лужа. Что вы понимали, вон стоит мостик. И когда-то с этого мостика прыгали в воду. Не когда-то, а год-полтора назад. А сейчас творится, конечно, вот такая ситуация. Видим, после снега, после дождей, воды совсем не набралось. К сожалению, в Крыму, в озерах, водохранилищах. И видим вот такую печальную картину сейчас. Ну, конечно, жаль, что озеро не набралось. Ждем весны, когда будут тоже дожди, чтобы воды было побольше. Вот так, друзья. Но вода, как видите, здесь такая, как на изумрудном озере, такого изумрудного цвета. Болотистого, можно сказать. Конечно, когда было много воды, было круто. Можно было попрыгать с мостика. Вот так.